И последний матч на сегодня. Игра между командами Альянса и Рокскиз. Это, собственно, должна быть последняя игра на Дремлиге вообще. Но есть такой прикол, что и G с Na'Vi еще не сыграли. То есть там у Dendy были проблемы с интернетом. И в результате этого матч перенесли. Потому что у Na'Vi там очень спорная ситуация с очками. То есть они, может быть, если проиграют, не попадут на DreamHack. Хотя, я не знаю, наверное, все-таки должны они попадать. Но, по-моему, свой матч против EG они очень сильно начинали проигрывать уже с самого начала. Там у них трипла была просто ужасно стояла. В миде там Dendy Куру потерял. И, в общем, его там напрягают. Короче, там жуть какая-то происходит. Ну, давайте, наверное, все-таки вернемся к нашему матчу. Альянс против RockSki, с которой, я надеюсь, что пожарная бригада успешно потушила пожар, который возник там у БСЗ в районе пятой точки, когда они играли против команды Virtus.pro. И прям посреди матча ливать они не будут, если у них вдруг что-то не будет получаться против шведов из Альянса. Да, это очень странно. Я надеюсь, что там провели разговор на эту тему с администраторами капа данного. Не, ну, в любом случае, это, ну, как бы команда оставляет за собой право сдаваться или нет. То есть админы турнира, они, ну, в принципе, не могут говорить, мол, ребята, вы еще не доиграли, надо играть до конца и так далее. Это неправильно. Они объяснили все это, я имею в виду? Нет, так а чего, нет, а чего объяснять? Когда команда говорит, что она сдается, ты же, не знаю, в каком-нибудь турнире по боксу, там, не знаю, чувак другого просто там отпинал, нокаутировал за два раунда, выбил ему половину зубов, сломал ему руку, там, я не знаю, еще глаз выбил, и там матч заканчивается, там, скажем, во втором раунде, да, бой заканчивается во втором раунде. Судья же не вправе сказать человеку, которого просто отпинали, что, мол, чувак, как же остальные раунды, давай-ка вставай и боксируй дальше. То же самое и здесь. То есть администрация турнира, в принципе, не вправе запрещать команде сдаваться, но это просто некрасиво было со стороны команды Рукскиз, ну, по отношению к фанатам, к их фанатам, в первую очередь. Ну, и по отношению к тем людям, которые пришли посмотреть на красивую доту, а тут еще вот прям такое. Ну, там далеко был незаконченный матч, вот это вот лично мое мнение, зная команду Virtus.pro, тем более зная команду Virtus.pro, насколько выигранные игры может отдавать команда, которая, вот, испытывает такие проблемы с игрой в последнее время. То есть там можно было 10 раз еще эту игру подарить и 10 раз еще ее перевернуть. Ну, это мое мнение. Первое, я сейчас вижу, что Рубик ферст пиком идет, что меня просто сейчас доканывает, я не очень понимаю, что происходит. Аппарат вторым совершенно логично. Еще есть Ember Spirit, кстати, не в пике, а слава богу, мы не увидим Бэтрайдера, честно говоря, он не надоел за последние катки. А теперь еще, кроме этого, БЗЗ пикает вместо Габлака. Он давно уже пикает вместо Габлака. А, да? Ну, окей, хорошо. Тогда я спокоен полностью. Тут видишь ли, EGM вместо лоды и вместо S4 пикает. Так что, ребята поменялись ролями, ну, в плане драфта. Ну, я предполагаю то, что БЗЗ планировал, ну, наверное, он бы забирал Патму, если бы удалось бы забрать Рубика с Ancient Operation, но Патму уже не забрать здесь. Ну, наверное, заберет какого-нибудь другого персонажа. Может быть, это будет Вивер. Как раз-таки очень хорошо он в комбинации с Аппаратом заходит. Ну, у Альянс уже есть Мирана и Врейс Кинг. То есть, это тоже, скорее всего, парочка, которая будет стоять на одной линии. Да, Калдор Титана забанил EGM. Ну, в принципе, правильно, под аппарат он неплохо залетает. Есть, соответственно, удачный сон, на всех напускает. Там аппарат точной наводкой кидает свои азбласты. Поэтому, наверное, Альянсы об этом и позаботились. А так вообще Виспа еще раз забанили, кстати. Интересный выбор. Ну, шведы не так часто играют Виспом, если честно. Нечер профит. Ну, это и пик, и контрпик. Мы все прекрасно знаем, что это Драма Бульдогд. Ой-ой-ой, сейчас будет супергерой Спиктра, я чувствую, прям. Заедет вместе с Зевсом. Вообще, Зевс — это что-то новенькое, конечно, от шведов. Я не видел, как они играют этим персонажем. Но его сделали лучше. Это точно. То есть, теперь Зевс сможет давать штурмболт, или как он там называется, по местности, и таким образом просвечивать юнитов, которые находятся в невидимости. Это как раз-таки очень хорошая штука против всякого рода вардинга. То есть, можно пойти на руну, прописать верхнюю, и посмотреть, стоит вард или нет. И не надо тратиться на центре, не надо бегать саппортом, что-то девардить. Вообще, очень удобно. Ну и к тому же, Зевс всегда был хорошим АОЕ-прокастом. Наверное, Зевс всегда был лучшим АОЕ-прокастом, который ни от кого не зависит. Ему не надо, чтобы Энигма ультанула, чтобы Инвокер, скажем, скинул Метеор. Ему не надо, чтобы Магнус РПшечку положил. Ему не надо, чтобы Тринт или Дарксир как-то вакуумом стянул под его ультимейт. Ему этого ничего не надо. Он просто дает ульту, рефрешер, ульту или что-нибудь в этом духе, и все теряют по полстолбах АП. Единственное, чего ему не надо, это то, что все могут стать толстыми. Тут, правда, у Роксов сейчас таких вариантов вообще ноль. Ой-ой-ой, начинается. Что происходит, Клокверк. Ну, вот Nature Profit аппарат и Рубик, это явное дело. Сквишовые парни, и от Зевса им будут доставаться очень неплохо. Как только он Аганим соберет себе, это уже будет реальная проблема. Так вообще, единственная контра от Зевса, это реально просто стать тупо толстым. Ну и Пайпа. Да, честно говоря, даже особая плотность не шибко спасает от Зевса, потому что благодаря его пассивке, которая рубит по проценту от максимального ХП, или от текущего ХП, не помню, смотри. Текущего. Кьюрин Хейлс, да. То есть пропорционально текущему количеству здоровья. То есть неважно, сколько у тебя 200 ХП или 2000 ХП, ты все равно в процентном соотношении там 11% ХП потеряешь. Что как бы не очень-то приятно, если честно. То есть прокаст Зевса из трех кастов без рефрешера, и ты уже теряешь минимум 33% от своих ХП. Ну так, грубо говоря. Наверное, учитывая то, что ХП постоянно уменьшается, то, наверное, это где-то процентов 25, да, если ты там шибко плотный. То есть четверть ХП тебе сразу сбреет. Только одной пассивкой. Ну а там, в зависимости от того, сколько у тебя полный запас здоровья, там тебе и прокаст пролетает порядка на 1000 ХП, там, наверное, чуть поменьше. Астракцы будут решать себе, кого взять на мид, на самом-то деле. А тут очень выглядит слабо, мне кажется. А может быть, Блудсикер пойдет мид. Может быть, такое случается. Сейчас, кстати говоря, Блудсикер очень неплохо его подняли. Блудрейдж, который кастится, ну, который не снимается вообще ничем. Ни БКБ, ни какими-то другими, там, плюхами. Ну, по-моему, он сейчас такой. Вот. Он способен этим Блудрейджем просто-напросто за контри Зевса. То есть, если он успеет в него скастить, вот эту вот штуку, то Зевс будет бесполезным куском в тимфайте. Я говорю еще. Да, на самом деле, все-таки, Лайонсовский пик сейчас мне выглядит намного более приятным. Сейчас еще под Мирану надо будет взять какого-нибудь контроля. Я не знаю, Шару Шамана. Да у них уже есть контроль под Мирану. Это в Рейф Кинг. Ну, Клокверк, в смысле. Ну, в Рейф Кинг, да, Бласта есть, в принципе, от нее залетает стрела. Надо все равно какого-то саппорта взять. Там, может подумать, какого. Конечно, конечно. Им нужен какой-то персонаж для ЕГМа, кто продолжал бы инициацию. То есть, если... Блин, ну, если честно, мне не очень... Можно Ищена взять, в принципе, он на нем раскатывает шикарно. Не очень нравится то, что ребята из Альянс делают упор на Мирану, как хардкерри. То есть, если дело дойдет до сверх Лейта, то, ну, мне кажется, что Мирана даже, которая с Видасом, которая много имеет, она, в принципе... Ну, вот сейчас еще ДК появился, поэтому она будет явно слабее. Да, то есть, в Лейте, прям в таком супер Лейте, на одну Мирану полагаться, по-моему, это большая ошибка. Ну, там ВК еще выйдет потом в Лейт с своими критами, и там будет легче. А так посмотрим, что сейчас возьмут Альянс. Может быть, фармить будет нечего. Ну, я вот, честно говоря, не знаю. Может быть, что-то фармящее в лес. Вот есть Блудсикер, то есть, трипла, похоже, у Рокскаис получается, Рубика Парейшн и Блудсикер. Впервые такое вижу. Ну, вообще, БС, он способен отжираться на линии. То есть, ему регена много особо не надо. Он будет просто динаить криповку, купит себе Кримен Блэйд, щиток, какой-нибудь, может быть, даже Пурман Шилд. И будет просто впитывать и добивать крипочков, таким образом получать... Вот, блин, можно было бы сделать саппортящую Мирану и пикнуть Спектру сейчас. Потому что под Зевса очень хорошо залетает такой герой, как Спектра. И мы видим то, что у команды Рокскаис, у них уже пик нацелен на то, что они собираются фармить. Но они берут вина Мансера. Это тоже, собственно, такая вот игра под, можно сказать, Зевса. Потому что, ну, если будет хотя бы один Вейл в Дискорд на команду, а он будет, я тебя уверяю, то получится так, что Альянс просто с проказ в два ульта могут положить вообще всех. Ну, посмотрим, посмотрим, на самом деле. Но Вейник в плейте слаб. Шведы не имеют просто-напросто права проиграть с начала. То есть, если они проигрывают в начало и плохо выходят в мидгейм, где они не смогут драться, или будут драться плохо, то я уверен, что Рокскизы должны побеждать в этом матче. Да, ты прав полностью, но шансов на то, что Роксов не разъедут сейчас по щам, очень-очень... Точнее, не так уж много. А Габлаг играет! Габлаг играет на Блотзикере! Я говорю, у них какая-то реальная сейчас личная тема пошла. Мне кажется, то есть, там какие-то просто, ну, не знаю, терки в группе, ну, в смысле, в команде. И Габлаг сказал, иди ты, и поставил БЗЗ на саппорта. Что ж, возможно, это начало новой эры. Йоу, все еще, слава богу, играет на саппе. ДК, соответственно, соло. Ну, тут все не поменялось. Габлаг, интересно, конечно, что он будет делать. Не, вообще Блотзикеру дадут фармить. Это точно. Смотри, он Дулингблейдом тут хавает, он показывает, типа, смотри БЗЗ, смотри БЗЗ, я тебе проел. Вот даже огромный проход сделал, то есть тут невозможно. Смотри, как играть с саппортом, смотри, да-да-да. Как играть с саппортом? По пингую. Оп, оп. Где варды могут стоять? Все, тут прогрыз. Да, вот тут может, если что, вард стоит. Габлаг там объясняет, сейчас БЗЗ впитывает всю эту информацию. Ну, это ясное дело, что надо не с альянсами такое мутить. Я имею в виду, в смысле, если уж хочешь менять расстановку, то вперед. Кстати, последний раз, я слышал тут совсем недавно была перестановка у IG. Чуан захотел играть на керри, потому что, ну, после Старладера, мне кажется, он ощутил слабость Лу и, в общем-то, понял, что надо что-то менять. Но первую катку, которую они сыграли с керри, остальные не смотрел с керри чуаном, они проиграли. Ну, не знаю, пойдут ли они дальше играть с чуаном керрием, не знаю. По-моему, это не его вообще специальность. Просто-напросто даже не потому, что он опытен больше на саппах, а просто потому, что чуан – это такая машина для именно файтов бесконечных, а не для фарма, 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 потом, в конце концов, там, пару плюс. Совсем не для него. И он вообще чувствует игру, конечно, невероятнейшим образом. А керри – это немножко другого формата персонаж. Лода на фатме пока что стоит на топе, фармит тут с ним Фурион. И, в принципе, Сидому бояться пока что особо нечего. То есть у него… Хотя нет, подожди, у него тут трипла, так что бояться ему придется. Можно попытаться… Можно попытаться Фуриона спушить. Да, можно. Можно. Айки тут имеет гель, соответственно, как только он попадает по нему, можно областить и дальше просто стрела. Но это просто смех, на самом деле. Здесь Сидому делать нечего, ему надо получать третий-четвертый левел и идти в леса, на самом деле. Получать хоть какой-то опыт и оставлять вышку здесь, скорее всего, стоит. Наверное, никто не сможет ему помочь. Соло, кстати, очень сильно приседает сейчас под СФО. Ясное дело, у того очень много Хараса сейчас при помощи его арклайтнинга. Да, кстати, Зевсу еще арклайтнинг вроде бы подняли, там раньше стал огромный. То есть ластхитить Зевсов на миде – это просто халява. Ну, динайд тяжело, но ластхитить просто очень. Да, ну, с другой стороны, очень опасно близко более-менее подходить. Хотя, да, вот Рейнша сейчас сумасшедший. Вот он здесь стоит, убивает вот этого крипа здесь, представь. Интересно, какую сборку будет выходить Габлак? Будет ли он собирать Родианцы или это какой-нибудь ПТ-форстаф или что-нибудь в этом духе? Седой, кстати, находит очень хорошую руну, руну невидимости. И это ему позволит сейчас на топе стоять и хабатить экспу на халяву. Потому что, ну, тут в центре никаких нет. Он будет просто стоять и смотреть на то, как крипы соперника умирают. И это, ну, хотя бы что-то. Мне кажется, что, кстати, насчет ПТ-форстафа больше шансов, потому что есть Бульдог с Клокверком, я имею в виду. Надо выходить из Скогов, если что. В принципе, ПТ-форстаф был бы полезен, а так как форстаф на Бластикере и так полезен, то почему бы и нет. Хотя посмотрим, мне кажется, как у него фарм пойдет, так он и будет выходить. Если он поймет, то, что он сможет быстро нафармить себе сейчас Радик, наверное, будет и в него выходить. А Седой открылся всем, сказал, вот я стоял, фармил все это время. Он просто не дал отпулить крипов на сильную точку, чтобы стоять под вышечкой и хоть что-то получить. Если бы сейчас был совершен этот отпул, ну, ничего бы не получил Фурион с этого. Ну, так как, хорош миди тем, что его крайне тяжело прогнать отсюда. У С4, конечно, получается. Харасить очень сильно СОЛО, но СОЛО все равно свое выфармливает. Посмотри, он Зевса перегоняет по крипам, он обузит также Боттл, у него есть стики, он стики выкладывает, банку пьет, Куро отправляет. Мы первым же делаем себе и Мэджик Вант на мутью, потому что ясное дело, что если С4 сейчас харасить его своим первым скиллом, то СОЛО просто-напросто отпевает с этими фантами и может харасить брифом. СОЛО даже, видишь, не прокачивает станд против Зевса, а он берет вторую пассивку для того, чтобы был побольше хп реген. Ну и плюс, конечно, файл бриф надо пкачивать, чтобы харасить СФО, у него все-таки не так много. Ой, да ладно, Седова поймали, если сейчас будет Гейл, да, это похоже, что... А, не, он улетает банально, не красавчик Седов. Улетает, стана-то нету. Да, все отлично. В принципе, с какой-то стороны рано или поздно это должно было случиться с Седова, и то есть он, мне кажется, мог бы, в принципе, даже самостоятельно сейчас просто харасить их, точнее, отдавать себя, там, застанет и так далее, чтобы потом улетать, потому что он понимал, что рано или поздно это случится, лучше это проконтролировать этот момент в какой-то мере. Тут на ботами, кстати, хоста, и можно залетать на Адмирала Бульдога вот здесь и заходить. Ну, тут, кстати, похоже, решили СФО убить, потому что, посмотри, не, а вот если СФО сейчас не отойдет, он умрет, сто процентов. Да, шанс на то, что выжить у него очень сейчас мало будет, и шестой лава появится как раз у СОЛО, как только они убьют СФО, СФО убегает, здесь Телекин СФО, файрбриф, а еще и колд фит, и до свидания, СФО. Больно. Еще и ФБ себе взял СОЛО именно, восхитнул, и вообще у него все теперь шикарно, по сути, мид выигран изи-бризом совершенно. Это именно причина, по которой Зевса и не берут. Первое, он взялся сейчас там Тетим, по-моему, да, пиком, то есть, соответственно, Дарк Найт здесь совершенно спокойно законтрил его с помощью пика, а Адмирала Бульдога сейчас. Тоже может быть, дебют. Олд Фит, и бежит Габлак за ним просто и кушает, потому что у него есть ФЕСТ, он был голоден или как-то, жаждал крови и прибежал, в общем-то. Опять за С4 давит СОЛО, и С4 вообще еле живет, посмотри, пьет СИГ, или может умрет. Боже мой, да сейчас он умирает 100%, сейчас надо только добежать немножко. Оп, прилетел, дает одну тычку, и СОЛО здесь не умирает, нет, умирает. Да, умирает. Первый лодо припортился, получил экспы с этого СОЛО. Ну, у Альянса все очень плохо было. Блутсикер это не тот герой, которого следует недооценивать. Габлак 5-34 купил себе Мидас. Так вот насчет. У Рукскиз просто очень хороший лейк. Вот и все. А для чего здесь в команде Альянс фармящая Патма, я пока не понимаю. Я вижу смысл в фармящей Патме, когда у тебя есть какой-то семи-керри в Миде. Я вижу смысл в фармящей Патме, когда у тебя есть трипла на сложный, и она там, собственно, старается напрягать, харасить. Но когда ты ее ставишь в легкую линию, и она просто вот фармит, выходит в мидгейм, и нифига потом там не делает, я не понимаю, зачем ее кикат. На самом деле, по-хорошему, возможно, надо было передумать и переместить лоду на ВК, на самом деле. ВК хороший влойте, герой, и, в принципе, мог бы вытаскивать здесь более-менее катки. Смотри, сейчас бегут шведы в смоуке на мид, и Соло с иллюзиями. Соло фуловый здесь еще. Да Соло не убивает. Ну, он тысяча, у него тысяча хп, у него просто тысяча хп. И куча армора. Как его убивать, непонятно. Заходит к нему в спину. Да, сейчас увидим. Стан, гель, нет. Да, гель все-таки будет, соответственно. И Соло терпит. И Соло терпит. Нет, нет, нет. Терпит Соло убить из фора хотя бы. Брэсфайр. Нет. Какая тормозня жестокая. Ну, тут так, все хорошо реализовали, вообще без всяких проблем. Еще мой Майс Шэдл зачем-то провязали. Я не очень понимаю сейчас, зачем Лода. Еще и маныстик из луня немного. Так, пиелка подходит. Дает фейтболт на Лоду. Лода недовольна, выходит обратно. Так вот, Зевс, у него эскипинга ноль. А для хорошего, на самом деле, мидера, да и харвейнера того же самого эскипинга, это номер один в том, что ему нужно. Ну, не сколько номер один, сколько желательно, чтобы он был, конечно же. Да, практически у всех. Смотри, убивают сейчас адмирал бульдога, это точно потому, что он под рэпчер находится. Да, просто забирает габлак. Габлак считает рэпчер. В общем, надо заходить дальше на Тауэр, на самом деле, и просто его жестко харасить. А у Йоу здесь могут быть проблемы, на него заходит ИГ вместе с Ахи. Да, телепортов не будет, телепортов на Тауэр не будет, это точно Йоу понимает, что ему здесь будет очень плохо. Время, ИГМ просто его попускает. Да. Прошу вас, господин, проходите. Сопроводил его, так сказать. Молодой человек, проходите на базу, мы тут вышку сейчас будем забирать. Возможно, он принял свой царь, потому что в Райф Кинг реально выглядит, как русский боярин какой-то с шубой, точнее, полушубком таким, вылезший из Сибири. Ну, не в суть, в любом случае, минус Тауэр тут на ботами. Ну, не факт. А, да-да-да, на ботами, да, поломали. Дальше можно хоть идти дальше, покуда у нас ульта УДК еще не закончилась, еще и долго будет продолжаться. Это, скорее всего, еще минус один Тауэр. Я не знаю, почему Алайнс никуда не ТПшится. Ну, да. Тяжело им, тяжело сражаться, конечно, с УДК, с Блудтикером в данный момент. Конечно, тяжело, но не настолько же, чтобы отдавать им еще больше голды. Тут 4000, в принципе. То есть мог Меник прийти, мог завардить все это дело. Должен быть хукшот. А, хукшота нету, Клокарка. Окей. То есть ребята пришли вышку динайзу. Ну, хотя бы за динайзу. Все время, которое забирали у них Тир-1 вышку, Аки мог прийти на Тир-2 и сделать много-много-много плагивард. Потому что он через них качается. Вот. И эти плагиварды, в принципе, могли быть полезны. Здесь Блудтикер, кстати, бежит за ВК. Говорит, привет, Рапшор, до свидания. Тут, ну, вообще, просто без шансов. Я не знаю, стрела прилетает в Габлаках, но ему просто все равно. Мне кажется, Габлак сейчас просто покажет нам, как... А Габлак, мне кажется, сейчас будет... А, маны нет у Адмирал Бульдога на Коге. Да, ему все равно. Батарейки главное, что есть, но это тоже не помогает никим образом. Ну, Найт Шэдоу и за Ёлом идет погоня просто. Маны на Лип нету. Если только... А, ну окей, Зевс приультил. Хотя бы одного забрали здесь. Да. Да. В Габлаках, в принципе, нет. У него, ему ничего не грозит. Все хорошо. Саппорта на саппорта поменяли. Ну, так, это лучше. Кстати, да, Аки, в принципе, здесь фуловый и по мании. Можно выходить куда-нибудь, помогать того же самого Соло. Хараси здесь, УСФО, еще и ДД-шка есть. Правда, это совсем не Темпларка, которую мы видели с ДД-шкой ВБП. Так что это не так полезно. А Сидой ушел. Ушел в леса формить, как и говорилось, как и написано в книге основной по доте. Если ты Сидой и Нейчерпрофит, удивлясь софарми. У него Мидас, кстати. Сейчас тут на миде будет замес такой колоссальный. Подстанили ЕГМу. У ЕГМа нет ультимейта. Сдуло его очень быстро. Здесь Габлак, у которого довольно большая скорость. Вообще, тут два Мидаса и... Два Мидаса? Честно говоря, по-моему, Рокскиз сейчас просто возьмут и победят. Да? И даже левать до этого не надо. Да. Это самое главное. Соло сейчас, на самом деле, в инвизи. Может ловить кого-нибудь, если зайдет вот как раз сюда. Но, походу, не будет. Я не очень понимаю, почему нет. В принципе, постоять там можно. Половить кого-нибудь. Кроме этого, с лесов можно зайти вот здесь. Соответственно. Странно, странно. Ну ладно, Хараси Тауэр, в принципе, это тоже не так уж плохо. А ДК сейчас в отличной форме. Может долбить Таура. Райдклик штука нехитрая. Главное, чтобы не заденайли. Денай от Зевса. Такой тухленькой своей ручонкой. Да, да. 66 для молнии. Он просто не может Найтник Болт использовать на Тауэр. Если бы ему дали бы такой возможность, тогда было бы круто. Приходишь такой, как Господь, и сносишь Тауэр. С помощью молнии. Буду бы мощно. Ну вот, пожалуйста, начинается мидгейм. С чем команда Альянс выходит в мидгейм? С Патмой, у которой ПТ драмы против Бултикера, у которого ПТ, а сейчас Блэйдмейл будет, не даст. Он может ультить, он может повесить очень лютый дэмэдж на ДК, он может заткнуть Зевса, он может много чего сделать. Хотя Патма тоже, конечно, может попасть Ару, там, ульту какую-то хорошую скастить. Ну, мне кажется, что вариантов по драться у команды Рокскиз сейчас намного больше, нежели чем у команды Альянс. Единственное, что у шведов лучше, это инициация. Благодаря Клокверку. Рокскиз не могут просто вот прям так резко ворваться в драку, там, задизейблить тех, кто сейчас смотри на мидг. Смотри, какие жёсткие смоки на смоки же. Да, много смоков. Можно убивать здесь, на самом деле, соло, и, в общем-то, можно и аппараты здесь тоже сносить. Но перед этим надо потерять, конечно же, своего несчастного Клокверка, на котором весь и байт существовал. С4 сейчас тоже отваливается под рэпчер, и Йол надо убегать. Класс в него, облиц. Он Арус воровал, в итоге в ответочку скастил, у Егема будет реинкарнация, Егем вбитывает, Лотда старает не убежать. Ну, он умрет сейчас второй раз здесь, конечно. Никто его не спасет. Эдмирал Бульдог инициирует стражу, жена Йола и Тача Седова. Седой отправляется в мир преисподний, соло. Да ладно, неужели и соло здесь умрет? Ты посмотри, команда Альянс справляется с четверыми игроками. Бульдог молодец, взял байбэк. И, в общем-то, если бы он его не сделал, здесь бы, на самом деле, намного все сложнее было бы для Альянс здесь. И сейчас, Рокскиз просто сделали то, чем гордится СНГ Дота. Называется, подарила просто Мид Тауэр. Изи Бризи. Здесь они реально должны были в этом файте выигрывать. Очень хорошая инициация. Была отличный рэпчер, отличный совершенно Айс Бласт. И вот убивает сейчас еще Адмирал Бульдога. Егем здесь тоже, возможно, уходит. Йолло, в ответочку, его же станом решили. Как там он говорил? The irony is rich, когда он умирает. Ну вот, иронии и вправду сейчас богато. Когда тебе в лицо влетает твой собственный Бласт. Так, и Веник здесь. Вот я, честно говоря, не уверен насчет того, что Веник качается через Варда, а не через Гель по поводу того, что это как эффективно. Да, это стандартная практика, а через Варда... Я не знаю, но я имею в виду, просто есть два пути, когда ты Веник, как всегда. И вот сейчас Варда эти вообще, по-моему, бесполезны совершенно. Не видел я никакого от них пользы. Да ты что, с ума сошел? Ну, не знаю. Ты видел? Ну, конечно. Но они бьют очень больно. 38. То есть, если хотя бы штуки 4 стоит, то 38 на 4 помножь. Ты их видел сейчас на миде, я имею в виду. Вот здесь. А, видел на миде. Просто Виномастеру сейчас нужно немножечко подкачать свою пассивку, и эти варды будут очень бильно бить. Бильно. Больно. На минутку вдруг на мове заговорил. Поймали Соло сейчас, посмотри. Сейчас прокаст. Понимает сразу Драгон форму, и, в общем, надо сваливать. Стики, 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 прожимает Соло. Он сейчас еще и всех их убьет, ну лол. Посмотри. Хорошо, пока что Азерка не будет. Это стопроцентно, конечно. Вопрос, кто из них вдвоем? Да вдвоем умрут. Нет, все-таки Мирану улетела. Зачем не улетела, здесь Азерка выживает. А Каблак нашел здесь ЭГМа. Нашел он до этого еще Адмирал Бульдог, который пошел на помощь своим друзьям, которые так очень-очень плохо загангали. Хотя, в принципе, 2 на 3 не так плохо, как могло быть, если брать то, что Патма здесь нашла в чужом лесу. То есть, то, как вы долго убиваете этого Драгоннайта, это вы с каждой секунды, и шансы на то, что вы выйдете из этого леса, ведь числа вами невредимыми уменьшаются пропорционально. И причем еще и Фурион в чужой команде. То есть, то, что вас хватит, скорее всего, в чужих лесах, просто 100%. Поэтому, поэтому, 3 в 2 это не так плохо, как могло бы быть. И не стоило вообще инициировать на этого ДК, слишком он толстая падла. Да не то слово. Сейчас у него кроме этого БКБ будет, тут осталось-то... Демифрил Даггера 300. Соответственно, еще рецептик. И все. Накке. Пока что только с Транквилдапками. Пошел ульт по Тмы. Непонятно, кого идут ганготь. ДК или на Эншентов. Да, пошли на Габлак. Кстати, Габлак вошел в Мейл Сторм. Просто после Блэйд Мейла. Ну и правильно делает, на самом деле. Правильно делает. Вообще, Бултикер сейчас опасным представляется персонажем весьма. Он идет, кстати, смотри, закупаться в Сикрет Шоп. И тут его могут принять. Так, пошел Гейл. Есть Блэйд Мейл. Отлично, еще ульта атаки. Сейчас, бей, просто нам тут разрывает его. Рептайт. Напоследок Рептайт, и Аки здесь умрет. Ай-яй-яй-яй-яй! Сдуло, пацана. Боже мой, еще Эсбас на двоих залетел. Здесь не очень приятно Лонзе. Ну да, ладно, он идет дальше на мид фармить. Да, не весь он совсем. Кстати, с какой-то стороны, когда игроки профессиональные доты покупают свои компедиумы, они уверены в своих силах, допустим, то мне кажется, они по сути кладут деньги в свой же карман, когда покупают компет. Да, целых два с половиной доллара. Да. И то, там, эти два с половиной доллара рассасываются на восемь мест. Или на сколько там призовых мест на Интернешнале. Вот это да, с командой получается целых 12 с половиной баксов. Это же круто. Который возвращается тебе же. Ладно, не суть. В любом случае, здесь Йоу вместе с БЗЗ, с БЗЗ саппортом, я не могу на это смотреть, под достами ходят в лесах, Адмирала Бульдога встречают, тот сразу Коган и отвечает, его поднимают, асьбласт. Отличный, кстати, уход от асьбласта, если брать именно удар, конечно. Но это не очень помогло. У Йоу теперь есть Коги. Мощно, мощно. Он вообще без... Бескомпромиссный рубрик будет ставить Хоки, это будет забавно, я думаю. Ну, гнаться за этими пацанами, это вряд ли на хорошую идею. Адмахис пока вообще, конечно, не въезжает никак. Да никоим образом. Конечно, не въезжает. Но она какие-то стрелы попадает, понятное дело. Она что-то там делает. Но была бы... Ну, как бы со спектрой было бы проще. Можно было бы не гоняться за Роксами. То есть, чем сейчас занимается команда Альянс? Она старается гоняться за Роксами, за каждым фрагом, который они могут сделать. Дайвят, гангуют. И в результате их просто Рокскиз принимает. Рокскиз понимает, что у них пик для Лейта лучше. У них есть Фурион, ДК, Блудтикер. У них два Медаса. У них хорошие саппорты в Лейте. Рубик и Апарейшн. Какие саппорты у команды Альянс в Лейте? Ну, Лерик, конечно, если соберется в кэрри, то он довольно хороший. Он может просто-напросто остаться без шмоток. Смотри, Седой. Седой просто выживает. У него 20 хп. Хотя не, умрет. Да, его не успели заденайить. Ну, вот опять-таки, мидер с саппортом на Хардлейнера. Стоило ли оно того? Я не знаю. У Дитаро впадает в крипа. А была бы сейчас... На самом деле, очень грустно. Была бы сейчас Спектра под это все. Лода бы и фармил. И ассисты получал. И если бы ни за кем не гонялся, вот посмотри, у Лоды 2-1-4. То есть он один раз умирал. Представь себе, если бы 18 минут, Спектра бы просто фармила. Вот просто фармил. Ее же здесь поначалу никто не мог напрягать. Кто ее? Фурион напряжет? Или там Bloodseeker с легкого лейна пойдет ее убивать? Учитывая вопрос, на самом деле, на то, что, в принципе, трипла и, точнее, саппорты могли бы ротацию произвести именно на то, поставить Bloodseeker соло фармить против там кого? Кто там стоял? Против Клокверка. И напрягать Спектру. Ну, то есть, я имею в виду, они могли бы сделать максимальное, что они могли сделать для того, чтобы не дать Спектре фармить. А так, в принципе, да, ты полностью прав. И, в общем-то, изначально мы предполагали, что надо брать какого-то Хардкерри, ставить Мирану на саппорта, но они решили не так. И вот, в общем-то... Ты посмотри, что Рубик своровал. Вот что своровал Рубик? Вот просто что вот он своровал? О, боже мой. Вот что теперь с этим делать, шведам? Я не знаю, что с этим делать, шведам. Пытаться первым... Покупать Аганим, все что нужно. Первым героем пытаться вырубить Йолу, у которого 1200 хп, телекинез фейтбол 4-го левела. И в то время, когда тебе будет пинать Габлак и ДК жирный 12-го уровня СПК Бенз. Ну, не, это все, это проигранная игра, мне кажется. Конечно. Ну, скорее всего, точнее. Можно, конечно, подарить. Вот мы видели с тобой файт на миду, там он был немножко просто отдан для Альянс, но это так долго не будет продолжаться, то есть шансов на то, что что-то там волшебное произойдет, все меньше и меньше с каждой минутой для Альянс, потому что, ну, фея там нету и не пахло просто-напросто. Мирана здесь своим эллстормом ничего сделать не сможет и очень долго еще не сможет ничего сделать, я бы так сказал. Чем позже, тем хуже все. Зевс нафармил себе на Блинк Даггер. Невероятная инициация Зевса, вы, да, представляете себе, он берет, соответственно, раскастовывается и дальше превращается просто в кулек мяса на 980 хп. 986 хп. Ну, конечно, даггер Зевсу приятная штука, но Зевсу приятно давить с этим даггером, а когда тебя самого вжимают в вышку, ну, тут спорная штука на самом деле. Альянс недосчитываются уже раз, два, три, четыре, пяти вышек они недосчитываются из шести внешних, а Рокскиз потеряли всего лишь одну на топе. Если посмотреть в общем графике, там все сразу ясно становится, десять тысяч перефарма, там уже даже плюс идет, по сути, двенадцать тысяч перефарма будет совсем скоро у Рокскиз. По галде и по хп, в общем-то, то же самое, там семь с половиной тысяч, но это очень серьезно для двадцатой минуты. Залетает стрела в Рошана. Да, и вот только что Альянс зашли на Рошана, как сразу же туда прилетает АС-класс, но они сейчас просто погибнут пятером на этом Рошане. Да, не надо им вообще ничего делать. Это, кстати, тактика классическая по названию, проигрываешь иди на Рошана, но тут что-то кажется, Рокскиз не дадут им, конечно, все это сделать. Конечно, не дадут. Контролить Рошана очень удобно, когда у тебя есть Фурион, он может идти пушить линию, и ты, чем дольше ты на Рошане стоишь, тем больше фармит Фурион, тем больше он пушит, и у тебя крипы будут под товером, и ты в итоге эту вышку потеряешь. Если будешь слишком долго стоять, зайдешь на Рошана, окей, Фуриона нету, 3 секунды Фуриона на Рошане. То есть, все это очень быстро и легко наказуемо. Сейчас команда Рокскиз может спокойнейшим образом просто взять и... Они сейчас пушат мид для того, чтобы пойти, соответственно, потом к Рошану, мне кажется, самим забрать его от греха подальше. Да, этим они сейчас и займутся. Неплохо, конечно, спушить ботом, потому что тут еще Аки творится. Но мне кажется, они готовы пожертвовать тир вангушкой, и она уже никого вообще не волнует там, на ботами. Сейчас просто уничтожают Рошана. Есть возможность адмирала Гульдогова с ракеточками, соответственно, еще Вижен С4 может дать по местности, и вообще сделать всякую грязь. И вот он, Кукшот, наконец, налетает на Габлака. Габлак, соответственно, сейчас репталирует. Габлак просто... Хотя нет, его все-таки заменялось. Конечно-таки, ИГМ здесь умирает, но у него есть реинкарнация, но походу он здесь возродится, когда уже никого здесь не будет. Лода сзади нарезает здесь БЗЗ, еще и нарезал Фуриона. Просто шикарно. Сейчас придет соло, и просто всем расскажет. Посмотрели. Все-все. Причем еле-еле выжил в этом файте БЗЗ, теперь он знает, что такое играть на саппорте, и что такое огребать первым. Точнее, иметь мало-мало жизни, и мало возможностей для того, чтобы выживать. Йоул здесь гонялся за ИГМом, но он выжил. Ну, я говорю, вот как я и сказал, сейчас он вернется к жизни, когда его друзья уже будут мертвы. Это, мне кажется, очень грустная картина вообще. Нарисуйтесь в голове и просыпаешься. Да, вообще очень-очень тяжело. У Адмирала Бульдога, кстати говоря, тоже появляется блейдмейл. В итоге там очень быстро... Ты видел, там два блейдмейла, по-моему, ребята поражали, и получилось так, что... Да, друг друга очень сильно накоцывали. Так, Рошана добивает сейчас соло, а Егис достанется, скорее всего, ему. Третий некра у Седова, он с Мидасом, партится на Рошу, спаннит пиньков, и это, конечно же, Рошан для команды Рокскиз. И ничего с этим уже не поделать. Стоит рядом Маки, поставил туда Змейку, сейчас может динаить, а Егис, смотри, и Егис, естественно, не задинает, когда его сразу же игрок подбирает. Это можно у какого-нибудь Вася, который Варун считает, пытаться в пабе задинаить, а Егис на Мансером. Но тут, конечно, Рокскиз серьезно насели на этот матч, и очень хотят здесь победить, это чувствуется. Мне кажется, тут Габлак просто хочет доказать своему Керрику, что он... Что он вообще уже задолбал ливать, да. Да, поставил его на аппарат, а возможно, как раз, в свою очередь, БЗЗ считает, что он может ответить на блаку, что, господи, саппорту легко понеслась. Хотя он, кстати, дает отличные С-бласты, что это точно, практически всегда они залетают в тему, очень даже. Хотя на первую попавшуюся обычную цель, но это не меняет эффективность. То, как сейчас проигрывают Альянс, это раза в три, наверное, хуже того преимущества, которое было у Virtus.pro над командой RocksKiss на 24-й минуте или там на 25-й. Вот я тебе серьезно говорю. Вот тут посмотришь на пик Альянс, посмотришь на пик RocksKiss, посмотришь на графики, посмотришь на соло, у которого есть Аегис, посмотришь на Блутсикера, которого убить просто не представляется возможным. И поймешь, что Альянс начало проиграли, в мидгейм вышли слабыми, и сейчас из них, ну, как бы, сейчас им очень тяжело катать. Сделают бразильскую картошку из них сейчас. Да-да-да. Сокатывают лавашик и понеслась. И, как бы, шведам тут очень тяжело действительно сражаться. Вот мы видим, что Альянс выходит по какой-то Митрилхаммеру. Сейчас к нему, кстати, придет Габлак. Да, они осознали то, что им нужен керри, все-таки как-то дэмэдж надавать с руки, потому что невозможно. Так бы он пошел бы в деггер, но никакого деггера здесь для Альянс, ясное дело, не привидится. Просто-напросто придется самому на двух своих идти пешком, давать по щам с помощью Митрилхаммера, умирать, пытаться еще что-то сделать, но здесь просто самоубийство не будет в Райвкинг. Все равно Лода, Лода с Миллстором и Яшей, когда у него появится этот Манта Стайл, я даже представить себе не могу. Ну, он его вряд ли даже спасет, посмотреть практически. Практически, Делевина Майсера чудом каким-то выживает Акки. Кстати говоря, не факт, что выживает, сейчас его бластом накроет. Нет, ну там Аганима нету, да, Аганима нету. Аганима нету. Ну, вообще боль. Ну, просто отсрочили его появление на карте сейчас, потому что на хайграунд может заходить Рокс. О, боже, его убило ультом Фуриона. Ты посмотри. Это просто был Вижен от Блудсикера, от его пассивки его просто накрыло ультой Фуриона. Отличная совершенно глобальная тема, потому что Блудсикер плюс аппарат. Все это вообще шикарно. Видишь, любую цель. Срочно с Санстрайки только. Еще у тебя Нейчерпрофит на глобал. Ужас просто. Так, Зевс. Хароу. Вратарь, вратарь на месте. Прокаст убить Зевса. Если смогут, то... Да, прокаст убили Зевса. Да, убили. Ну и что дальше? Главный вопрос у меня сейчас. Потому что Соло просто останавливает СФО. Говорит ему, куда ты пошел. Показывает, что здесь папка. Агмирал Бульдог как красиво запирает. Отлично залетел, запер БСа, но тут это ему не помогло совсем. Форстапа у него нет у нас пока, да, форстапа нет. Вылетать-то нечем, поэтому пришлось пожертвовать собственной жизнью ради керри команды Рокскиз. А тут Седой заново пришел и может дальше пушить Тавр, потому что у него есть некрыт, у него есть трэнта, и все отлично. ИГМ выдает бласт на Соло, а Соло это, ясное дело, не остановит никаким образом. Зевс. Я, честно говоря, не понимаю, что сейчас творит ВК. Ну, в смысле, он умер, это хорошо, но он как бы мог домой пойти отхилиться, потому что... Да надо дефить, потому что тут он Соло. Ну, посмотри на это ВСФО, его просто разбирают. Он побежал за аппаратом, совсем забавно. Айки здесь разлетился, и Соло можно, в принципе, попробовать забирать. Да у него Аегис! Соло даже рад будет умереть. Ну да, вообще, в принципе, что у этого покоя. Ну, привет, ну на. Станчик, минус веномансер. Надо портиться. Адмирал Бульдог, ну, погоди, пока рано. Сейчас можно... О-о-о, Адмирал Бульдог пролазал. Нет, вот просто так тоже можно писать. А сейчас Адмирал... Адмирал провязал Блэдмилл ровно на один удар Соло. То есть Соло получил там маленький демо. Я, честно говоря, зачем. Не знаю, зачем он его прокнул. Так, и Соло просто и долбит. Долбит Тау, зачем долбит Барак. Так, Каспер был бы доволен тем, какой Барак он выбрал. Лода пилит обратно. Каспер просто сидит там за спиной и говорит, Соло, ты чего делаешь? Пили рейнджовый, рейнджовый день. Да, Макарат сейчас делать нечего. Я так понимаю, что они до спор не могут вести... В скайпе просто. Координирует работу. Да, да, да. Я говорю, делать нечего. Пошел там, посидел с тракцами. Ну, слушай, как бы смешно это не было, но убили Фуриона, который делал байбэк. Все-таки Бараки на топе стоят. Сейчас в рейскинг у него там рецепт дезолятора, между прочим. Аганим, правда, у аппарата. Это действительно печально. Лода купил себе масочку на Аджор, на лайфстил. Но это никаким образом не поможет, когда у Драгонайт появится АЦ, потому что тут Бараки будут валиться за одну секунду. На самом деле АЦ у него будет совсем-совсем скоро. У него 3-400 на руках плюс плейтмейл. У Бладсикера здесь имеется БКБ. Сейчас надо там, ну, нафармить что-то в районе 600 баксов. И все будет отлично у него. Мирана, кстати, идет тут со стрелой. Готовы здесь пронзать кого угодно своим римским способом. Габлак посмотрим, что тут сможет предъявить. На самом деле ничего. Пам, стрела. До свидания. И С4 умирает сам. Ну, сейчас и гад... Пуууу. Забей, просто забей. Хукшот Габлака надо добить. Да, да, да. И сейчас умрут здесь все, смотри. Лайтнинг Болл, отлично, Йо, кстати, своровался. Сейчас еще и Коги своровал. В принципе, можно закрывать, смотри, может, надо закрывать. Да, отлично, закрыли. Но пересминки, правда, уже. О, боже. The irony is rich. В общем, полнейшая трешня творится. Я не очень понял, почему С4 не прогадал то, что Блэйд Мэйл будет использовать Блэд Сикер. И бультился, и Лайтнинг Болл в него вмешал. Это какая-то грязь сейчас творится. Может, парни не выспались, я не знаю. Не знаю, это вообще без комментариев. Вот низкие поля над шведской нитей сейчас, чтобы играть в хач, хорошую дотку. Я не знаю, серьезно. Но все бывает, на самом деле. День на день не приходится, пик реально слабый. Не совсем не похожий на то, что показывает Alliance. Ну, то есть, куокверки всегда были у них в пиках, но все-таки настолько слабый на Лайтнинг. Не верю, не верю я в них. Без пуш потенциала, по сути. Тут кроме веника никто ничего не пушит, на самом деле. А Alliance играет другую доту. Хотя есть такой шанс нехилый, то, что им вообще пофиг на результат этого матча. Это вообще последний матч квалификации, я так понимаю. И я думаю, что они выходят. Сейчас я посмотрю. Давай, посмотри, что там у них по очкам творится. Зевс в ближайшее время должен приобрести себе вейл в дискорд, тогда хоть какой-то будет аое дэмэдж, что касается бкб. Еще 8 секунд бкб у соло. Блудсикер там тоже начинает потихонечку собирать бкб. Здесь я, в общем, прекрасно понял, почему, в общем-то, RockSkiss просто взяли себе габлака Блудсикера. Потому что, на самом деле, выйти из квалификации им не удастся при любом раскладе. А Alliance вообще все равно на эту катку. Но это не отменяет самого по себе, так сказать, винрейта команды. Хотя, с другой стороны, наверное, попытались какую-то новую технику применить. Там, я не знаю, подумали, что есть шанс, что и такая тема прокатит. Но все равно пики, по-моему, не очень грамотные. Возможно, это их... Ну, как бы, Alliance могли пикнуть вот то, что у них было, да, вот то, что у них сейчас есть. Если бы они хорошо дрались. То есть, у них не получается хорошо подраться. Они, если бы поставили триплу против Блудсикера и попытались бы ограничить его фарм, окей, это понятно. Если бы они там как-то мид очень четко гангали, это тоже понятно. Но когда, вот, опять-таки, Патма выходит в мидгейм, и если она не убивает, то это Патма ненужный герой абсолютно. Пятое колесо. То есть, Лода сейчас очень мало, мне кажется, тебя представляет. Ладно, мы с тобой вообще последние минут 15 только и занимаемся тем, что ты говорила, насколько там плохой пик в Альянс, кококой и так далее. Надо все-таки посмотреть, как будут попытаться отыгрывать шведы в такой ситуации. Я посмотрел комментарии, увидел, конечно же, что People офигел от моего слова «бакса» вместо «галдай». Я не сомневался, что вы заметили. Смотри, начинается файт. Да, криптайт идет. С4 дает рассказ, он даже просто не успел повесить ультимейт, EGM убивается от габлака банально, здесь нету Виномайнсера, здесь нету уже Клокверка. Сейчас с онлайнсом, для того, чтобы хоть как-то за дефить Тауэр, нужно всем реинкарнейт иметь, полностью всей команде, еще плюс байбэйки и еще желательно парабиле. Поймали. 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 Умер Грустно, грустно Еще стрелу шикарную получил Аки пытается уйти здесь На него вешает еще Вортекс Сверху сдувает Соло И Соло явно должен быть доволен своей игрой сегодня По-моему, он просто шикарно отобрал на ДК сейчас И как это? Угу Ну, отлично Что я могу на это сказать? Молодцы, Рокслиз Выиграли Порадовали своих фанатов, конечно же Вот такая вот дота с блудтикером Ну что ж, на сегодня тогда получается у нас Заканчивается официальная часть У меня там осталось только Несколько сетов разыграть Наверное, 4 штуки как раз таки и разыграем Потому что народу на трансляции сегодня очень-очень много Спасибо, Кристалл Мэй, что заглянул Пожалуйста Добавляйтесь в паблики На JSS Studio На мой, на 4C И я был рад всех видеть, слышать, читать Да, записи ждите завтра Вот Что касается будущих трансляций Там, наверное, до International только паблики какие-нибудь Можно будет покатать Ну и, конечно же, европейскую квалификацию Я постараюсь отстримить Не знаю, как там с китайскими и американскими Не особо, честно говоря, охота туда лезть Потому что матчи там неинтересные Как мне кажется У меня китайцы очень плотные парни У меня там Ну у меня в любом случае там с учебой Очень плотное расписание Надо разбираться Ну если у вас будет возможность Мне тоже вымасите Если от компании был Посмотрим 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 Ну До скорых встреч Давай, до скорых Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому